Для кого строятся скворечники, да, для начала? Это же не только для скворцов. Конечно, не только для скворцов. К нам прилетают разнообразные птички из отряда воробьиных. Это и пеночки-веснички, и мухоловки-пеструшки. И, вы знаете, даже дятел может поселиться в скворечнике для того, чтобы устроить себе там гнездовье. После того, как птички уже улетят, перелетные, в теплые края, наши воробьи, они заселяются в эти домики. Но скворцы, которые прилетают к нам снова весной, они выгоняют их из своих скворечников, из своих домиков, потому что более наглые и грехливые. Вообще, вот расскажите поподробнее о скворцах. Что это за птица такая? Какая она сама по себе, по характеру? Ой, по характеру она очень активная. Она любит все яркое. Вот если вы покрасите скворечники в яркие цвета, она будет очень рада. И она будет охранять свой домик и будет за него биться всеми силами своей души. Яркие домики для пернатых будут расположены в сквере Александра Михайлова и станут частью жилищного комплекса «Мой квартал». Далеко не каждый может похвастаться цветущим парком с поющими птицами под окном. А жители этого комплекса смогут. Компания «Стоунстрой» активно участвует в благоустройстве городской среды, облагораживает Михайловский парк. Мы его очистили от мусора, поставили новое освещение, сделали дорожки, скамейки. И в скором времени будем высаживать новые деревья. Ну и как же не позаботиться о обитателях этого сквера. Птицы, которые прилетят с юга, найдут себе новое жилье уютное и будут радовать нас своим пением. Проектируя «Мой квартал», специалисты старались уйти от типовых коробок и создать современный жилой комплекс, где закрытый светлый двор, без машин, детская и спортивная площадки, вместительная парковка, видеонаблюдение, колясочные на первом этаже. В квартирах современная удобная планировка, дополнительная шумоизоляция. Наш клиент – это человек, который хочет уже жить в чем-то новом, современном. И знаете, как называют, микрорайон в микрорайоне. То есть можно, находясь в моем квартале, никуда не идти. То есть здесь есть на первом этаже небольшие магазины, булочные. То есть в тапочках можно пойти попить чай, кофе. Да, на 16-м этаже, если у вас квартира, то вы просто выйдете на балкон и увидите закат в Кремле. В третьем сезоне телестройки «Дом для друга» участниками конкурса станут дети – представители восьми школ города. В этот раз они обустроят птичий микрорайон. 3 апреля в группе «Тобольское время» в соцсети ВКонтакте состоится прямая трансляция с площадки самого доброго строительства в цехе магазина «Брусок». Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время.